Калуга Это потрясающе. Он был удивительным человеком. И он подлинно был одним из величайших генеров. И у нас есть конференционные залы, которые названы в честь великих космонавтов и исследователей космоса, космических инженеров. И одна из самых больших как раз названа в честь Циолковского, а другая в честь Королева. Здравствуйте, Илон Маск, РГУ имени Косыгина, Амиралий Кашгулов, я из Казахстана. Хотелось бы задать такой вопрос. В чем вы видите дальнейшее развитие разума человека, интеллекта? И насколько в этом может помочь искусственный интеллект? Допустим, какие-либо программы, которые бы вели человека по жизни, так скажем, для развития его собственного интеллекта, для достигания лучших результатов? Конечно, искусственный интеллект со временем должен убрать многие задачи, которые сейчас являются скучными или опасными для человека. Как я говорил раньше, это, например, будет нормально, что машины будут управляться сами, без помощи человека. Или, например, не будет операторов лифтов, будут специальные переключатели для того, чтобы лифты двигались. И сейчас это уже становится нормальным для лифтов и будет также для машин. Так что вот это вождение, оно будет организовано по-другому, и будут гуманоидные роботы. И, очевидно, искусственный интеллект – это обоюдоострый меч. Нужно убедиться, чтобы мы хорошо сосуществовали, позитивно с искусственным интеллектом. У меня есть маленькая компания «Ньюролинк», она нацелена на то, чтобы улучшать человеческие машины и базисы. И мы уже сейчас находимся в этом веке технологий в каком-то смысле. У нас уже три уровня интеллекта. Это наши инстинкты, наша главная кора. Также у нас есть третичный слой мозга. И это как компьютерное расширение, когда мы взаимодействуем с телефоном, с ноутбуком. Так что в каком-то смысле мы уже вошли в этот век работы с данными. Есть взаимодействие между корой головного мозга и такое кремниевое расширение, можно так сказать. И, конечно, это развивается медленно, потому что «Ньюролинк» будет помогать как раз развить интерфейс между корой головного мозга и искусственным интеллектом. Это вообще довольно эзотерические вещи. «Ньюролинк» помогает также в случаях, когда люди пережили аварии, когда, например, у них поврежден спинной мозг, так, чтобы они могли использовать искусственные конечности и так далее. И в этом случае, если ущерб был нанесен мозгу, чтобы можно было это компенсировать и справиться с этой проблемой. Но на уровне вида, что такое, как «Ньюролинк», оно помогает улучшить человеческую связь с искусственным интеллектом. Я думаю, это важно, чтобы мы привлекали внимание, например, как вид, чтобы мы посмотрели на то, какое будет будущее сознания человеческих существ. Это будущее сознания, и нам нужно принимать такие действия, в которых мы сохраним и расширим сознание в будущем. Насколько мы знаем, единственная жизнь, которая существует, может быть, есть другая жизнь, но мы пока не видели её признаков. Так что можно думать о человечестве, что это как маленькая свеча, которая мерцает пламя в темноте. И нам нужно сражаться очень мощно для того, чтобы расширять границы сознания и сделать так, чтобы эта свеча сознания не погасла.